Итак, девятый ход. Я не забыл предыдущие ходы, как бы предыдущие два хода, про жетоны прогресса разломов, но я благополучно забыл о том, что каждый ход надо вскрывать новую карту ведения киплоса. Так что я вскрыл еще две. Улики, соответственно, появились бы на неназываемом, но у нас там портал не появилось, и в полицейском участке. Здесь она у нас появилась. Давайте посмотрим, где появляется в этом ходу и появляется в закосочной гипсе. Но так как у нас здесь портал, ничего не появляется. Далее, переходим к люку. Переходим к люку. Восстановим его заклинание. Так, ничего не будем менять в фазе передышки. И теперь переходим к рексу. У рекса мы тоже ничего не будем менять, ничего не будем. А хотя нет, давайте задействуем лечебный камень и восстановим последнюю единицу рассудка. Так. Далее переходим к фазе движения. Первый игрок у нас люк. Люк у нас пойдет в портал, который находится на неизведанном острове. Это у нас раз, два, три пункта движения. Но, так как благодаря эффекту карты, он получает на один пункт движения меньше. Соответственно, он всего лишь раз, два переместится и останется на улице. На этом ходу мы с ним закончим. Далее, рекс. Он попробует наложить заклинание нахождение врат. Модификатор минус один и цена рассудка один. Так. Платим цену рассудка. Пять минус один это четыре кубика. И подождите. Давайте воспользуемся древним языком и пройдем это заклинание автоматически. Итак. И теперь он возвращается из югота в неназываемое. Теперь у нас фаза контактов уже. Так. Давайте поставим уже тон исследования. Потому что так надо, согласно правилам. И теперь попробуем закрыть портал. Минус два. Плюс пять. Это три кубика. Давайте бросим. Так. У нас нету успехов. Мне жалко тратить улики. Я их оставлю. Хотя нет. Давайте потратим одну улику. Все равно ему надо будет набирать. Я сказал, что не буду тратить. Но все равно, видно, их трачу. Так. И давайте тогда теперь воспользуемся навыком боя для запечатания порталов. Потому что бонус четыре. Плюс один у нас один и тот же. Но если выпадет единичка, мы сможем перебросить. Хотя мы же пользовались с самого начала знанием. Значит, все равно остается знание. Блин. Надо было использовать бой. О! И мы запечатали портал. Тратим остальные пять в лиг, чтобы его запечатать. Теперь у Рекса два жетона порталов. И мы уже раз, два, три на полпути к победе. Все. Переходим к фазе мифа. Так. Сразу же смотрим движение. Так. Портал бы открылся на... Секундочку. Давайте еще один раз попробуем сфокусировать камеру. Так. Портал бы открылся на площади независимости. Но так как у нас здесь запечатанная локация, портал не появляется. И монстр также. Далее смотрим, кто у нас передвигается. Круг по черному. Что означает круг по черному? Это означает, что разлом передвигается на улице. И отсюда появляется монстр. Монстр не будет передвигаться. А в любом случае не будет передвигаться, так как это темный юнец. И подождите. Так как мы взяли портал с юготом, это значит, что наш Мига возвращается обратно в портал. Ой, возвращается обратно в пол монстров. На данный момент у нас раз, два, три монстра. И за исключением круга, то есть портала, никто не передвигается. И эта карта среды мистическая. И какая-то активность происходит на улицах речного городка. Так, речной городок, это у нас, по-моему, это, да? Да. О, здесь и жарозлом, и какая-то активность, и монстр. Мой любимый набор. И улика в неназываемом. Там у нас находится Рекс. Он получает не одну, а две улики, благодаря своей способности. Далее, так как у нас карта среды мистическая, мы должны бросить кость. Улики я на это тратить категорически не буду. А вот кость мы бросим. Пять. Что значит пять? Повысьте уровень ужаса на единицу. Повышаем. И также это означает, что мы теряем еще одного союзника. Так, кто покидает игру. Плюс один к бою, плюс один к удаче. Заплатите одну единицу. Ага. Заплатите одну единицу собранности. И истощите, чтобы получить одну единицу рассудка. Сбросьте ужасного старика, когда древний проснется. Хороший союзник, но не самый лучший, так скажем. И сам эффект, собственно, карты. Сыщики, которые завершают свое движение на улицах речного городка, могут вступить в связь с темными таинствами, используя их жизненную силу. Они бросают количество костей, равное их текущему. Текущие, так. Равное их текущему значению. Равное их текущему значению здоровья. И за каждую, за каждую, так. И за каждый неуспех теряют по одной единице здоровья. Если это доводит их до нуля. Здоровье они сожраны. И сыщик должен начать с новым персонажем. В новом случае они получают рюлики. Рекс, эта карта манит тебя. Мы обязательно рискнем в следующем ходу. Хотя давайте-ка подумаем. Рисковать или нет. У нас есть тёмный юнец, от которого сложно убежать. И от которого можно получить старовехоньких таких люлей. Ну, мы рискнем. Какой смысл играть, если не рисковать. И на этом девятый ход заканчивается.